Приветствую вас! Смотрите, какая получается интересная ситуация. Вы описали свою историю, вы описали, значит, ну, события, которые произошли у вас, значит, ну, вот, с вами события произошли, которые, да, вот, вы написали, описали свою проблему, как вы её видите, как она вам представляется, да, всё это вы сделали, только осталось непонятно одно, для чего это всё? Зачем это всё? То есть, если вы хотели, например, сочувствия к себе, жалости, ну, не знаю, это дело не поможет, по крайней мере, в вашем случае точно. На то, чтобы вы, на то, что вы хотите раскрыть какие-то свои проблемы, да, ну, в том смысле, что, ну, хотите свои, например, противоречия разрешить, не похоже тоже, потому что, ну, в противном случае, вы бы вопрос ставили немножечко по-другому бы. То есть, цель обращения, цель того, что вы написали такой большой текст, для меня непонятно. Вы спрашиваете, почему так? То есть, почему вы по-преднему его любите, да, почему вы отнимут чувства? С чем это связано? Ваши чувства связаны с тем, что вы хотели с ним создать семью. Ну, с мужчиной. Вы хотели создать семью. Наконец создать семью, говорите вы. И именно это, что вы хотели создать с ним семью, ну, это можно считать, как хотела с ним реализовать свои желания, да, вот. Это как раз таки и стимулирует вас к тому, чтобы снова и снова продолжать о нем думать, снова и снова, значит, хотеть быть с ним и так далее. Вот. Понимаете? Дело не в том, что некого любить, дело в том, что у вас есть потребность в том, чтобы любить. Вот. У вас есть желание быть любимым, желание создать семью, желание стать чем-то больше, чем вы являетесь сейчас. А это свидетельствует о некоторых ваших проблемах, которые могут иметь место быть. Ну, например, проблема принятия себя. Проблема собственной значимости, например. Проблема подавления своих желаний. Вот. Все вот это, все вот это, может быть с вами. Быть может, имеет место быть подсознательное стремление к таким, значит, мужчинам с вашей стороны, которые не могут дать вам того, чего вы хотите. Ну, то есть, вот вы писали, правда, скользь, о том, что мужчина вас никуда не водит, о том, что мужчина вас там никуда не зовет, да? Вот. Ну, то есть, это мама. Это мама ваша так говорила. Вот. И это говорит о том, что у вас, возможно, есть проблемы с самооценкой. Вот. Вот. Хотя, безусловно, может быть это не так. Но, как бы это нужно подтвердить, либо подтвердить, либо проверить данный аспект. Вот. Вот. Вот в этом проблема. А в этом заключается ваша проблема. Это так. И вы говорите, что вы познакомились с мужчиной на сайте знакомств. По какой причине вы познакомились с ним именно на сайте знакомств? По какой причине вы не знакомитесь в реальной жизни? А может быть вы уже знакомились в реальной жизни? Просто вам, ну, не было, ну, вам не улыбалась удача. То есть, вы не могли, возможно, возможно, построить отношения свои так, чтобы они наконец дошли до той, значит, стадии, когда вы создаете семью. Может быть так. Может быть, конечно, и по-другому, может быть, конечно, и по-другому, но, тем не менее, тем не менее. Вполне возможно, что такая история тоже имела место быть. То есть, есть некий негативный опыт у вас, который вы переживаете. И это мотивирует вас на знакомство с мужчинами в интернете, ну, через сайт знакомств. Вот. Знаете, какой момент? Вот. То есть, опять же, поймите, что у вас по сути, у вас по сути, общего ничего не было с мужчиной. Потому что вы даже друг друга знали не так долго, судя по тому, что я прочитал, конечно. Вот. Соответственно, мужчина звали Костя, ему 51 год. Я на 9, на 10 лет, эээ, ну, почти на 10 лет моложе его. Глава, соответственно, на 41. Получается, да? Вот. Симпатичный, высокий, выглядит лет на 5 моложе своего возраста, занимается недвижимостью и продуктами. Возвит из Питера, там у него живет мама и дочка давно в разводе. А вот почему мужчина в разводе, вы не уточняли этот момент? Ведь вряд ли он в 51 год в разводе просто так. То есть, если он в разводе, значит, наверное, у этого есть какие-то основания. Я не говорю обязательно, что вам, знаете, что вам, ну, не нужно с ним взаимодействовать. Да, это сказать я не хочу. Я говорю о другом. Я говорю о том, чтобы вы максимально грамотно подходили к вопросу выбора мужчин, и не торопились с ними вступать в отношения. Вот о чем я говорю, скорее. Знаете, какая история? Вот. А вы это проигнорировали. Ну, данный аспект проигнорировали. Вот. Что в итоге привело к тому, что для вас стало достаточно серьезной неожиданностью, как я понял, некоторые аспекты поведения вашего мужчины. Да? Вот. Дальше. Дальше. Так, значит, вы пишите, что в первой встрече у нас не возникли небольшие разногласия, но не критично. Понимаете, если уже в первой встрече возникают проблемы какие-то, то это означает, что сами по себе проблемы вряд ли исчезнут. То есть я хочу сказать, что причины разногласия, причины разногласия нужно было обязательно изучать и не спускать все на тормоза. Дальше. Значит, из-за чего, да? Вот вы говорите, что эти разногласия периодически возникали, то есть уже разногласия возникают. Ну, это и понятно. Взрослые и сформировавшиеся зрелые люди пытаются строить самместный путь без совокупности ошибок, без совокупности уступок и компромиссов невозможно. Встречи, как правило, были на квартире сначала у него, а потом у меня. Опять же, тут вот момент, да? Как вам это все нравилось? Устраивало ли вас это? Не устраивало ли вас это, да? Дальше. Я его познакомил с родителями, он произвел на них хорошее впечатление, но вскоре мама изменилась. Своя мнение сказало мне, что он тебя не ценит, никуда не водит. Здесь, на мой взгляд, любопытство вызывает отношение мамы к тому, что вы делаете. Ну, то есть, я имею ввиду, что мама ваша считает, мама ваша считает, видимо, видимо считает, что хорошее отношение проявляется в деньгах. В, ну, знаете, в каком-то поведении, да, в каких-то, ну, в каких-то действиях, может быть, со стороны молодого человека, со стороны мужчины. Ну, определенных действий, определенных действий, безусловно, безусловно, определенных действий. Вот. И очень важно понять для вас, очень важно для вас понять, насколько вы со своей мамой здесь согласны. То есть, насколько вы считаете, что она права. Так вы сказали, конечно, что, ну, типа, что я сделаю вид, что ее не слышу. Ну, раз она вам такое говорит, то наверняка она говорит это не первый раз. И если она говорит это не первый раз, значит, так или иначе, на вас это какое-то влияние оказывать все равно должно. Вот. А если это оказывает на вас влияние, то вполне возможно, что и с мужчиной вы могли вести себя, пускай и подсознательно, но схожим образом. Поэтому здесь, еще раз повторю, нужно все тщательно анализировать. Дальше. Так, я сделал вид, что не слышу ее. После одной встречи с Константином я приехала домой, утром проснулась, у меня поднялась высокая температура. На следующий день начались проблемы со здоровьем. Я сильно испугалась, пошла к врачу. Оказалась какая-то бактерия. Слава богу, не серьезная, но тоже неприятная. До этого анализы я ему написала, психанул и разорвала с ним отношения. Вот. Тоже, ну, довольно такой интересный момент, да? Что есть? Произошла неприятная история. Да. Неприятная история, безусловно, произошла. Согласен. История во всех отношениях неприятна. Но. А вы, вы, психанули и сразу разорвали с ним отношения. С чем это связано? Откуда такая реакция? Почему вы так отреагировали? Я не говорю, что можно было реагировать по-другому. Я не говорю вам об этом. Я говорю, что можно было реагировать по-другому. Вы реагировали так, как, в принципе, хотели реагировать. Это ваше право. Я говорю о другом. Я говорю о том, что у реакции должны быть причины. Причины реакции ваши чувства. Какие чувства? Какие чувства у вас имели место быть? Да? Что вы отреагировали так. Да еще и отношения разорвались. Подумайте об этом. Это мне кажется тоже очень важный момент. Ну, потому что напрямую влияет на то, как вы выстраиваете отношения с людьми. Ну, которые вам, например, дороги. Допустим. Вот. Это все. Очень и очень важный аспект. Понятно, да? О чем идет речь. Дальше идем. Дальше идем. Дальше идем. Что значит. Так. Через месяц я ему написала и решила наладить с ним отношения. Тут, конечно, тоже довольно интересный момент получается. То есть, вы сперва рвете отношения. Да? Вот так вот. Ну, из-за того, что заболели. Вы сперва рвете отношения. Еще раз повторяю. Я не считаю, что вы не бравы. Я не считаю, что вы поступили неверно. Просто вопрос, скорее, вашей позиции. Вопрос, скорее, в том, как вы себя ставите в этой ситуации. То есть, вы порвали отношения. Вы как-то чем-то аргументировали, ну, то, что вы это сделали. Аргументы какие-то были вами высказаны. Ну, вот. По поводу того, почему это происходит. Я имею в виду, что вы рвете отношения с ним. Дальше. Когда вы начинали отношения, то есть, когда вы написали ему. Вы, ну, не знаю, извинили перед ним. Объяснили ли вы ему, что произошло, что было и так далее. Или нет. То есть, это же все важные моменты. Дальше. Вы говорите, что отношения продолжились, но без полового акта. Это тоже вызывает вопрос. Почему без полового акта? То есть, понимаете, какая история? Не то, чтобы я против того, чтобы, того, что вы, там, значит, ну, чтобы вы как-то выстраивали свою жизнь так как хотите. Я не против, на самом деле. Просто момент здесь немножко другой. Момент здесь немножко в другом. Если вы, как бы, ну, начинаете отношения, то для чего, ну, вообще не заниматься сексом? Ну, я имею ввиду классическим. Ведь можно же, в принципе, вполне, вполне легко можно воспользоваться, скажем так, средствами защиты и все. Средства защиты, там, ну, вы сами, наверное, знаете, как и все. Но вы и этого не сделали. То есть, вы не сделали этого, вы не предложили воспользоваться средствами защиты. Это тоже вызывает вопрос, по какой причине так произошло. Понимаете? Вот. Это важно. Это правда важно. Понимаете? То есть, складывается ощущение, что вы, ну, боитесь близости с человеком. Вот. Но при том, что вы боитесь близости, вы, в принципе, имеете на это право, да? Вы можете бояться близости, но при этом вы ему не объяснили. Что вы, там, ну, грубо говоря, боитесь близости, что вы можете бояться близости. Ему вы этого не объяснили. Что вы, своему мужчине. И, к сожалению, вообще не похоже, что вы до него донесли, что вас волнует, беспокоит и так далее. Вот. Дальше. Значит, когда я была у гостя в гостях, он периодически придирался ко мне, то я сильно лью воду, набор большой делаю, то выбрасываю, не доев еду. Сказал как-то, да, я доем. Я была в шоке, человек не бедный, но жуткий жмот. Ну, Ольга, понимаете, какая история? Я, конечно, не знаю, жмот ли он у вас или не жмот, машина, потому что, ну, еду выбрасывать, правда, может быть, не стоит. Лить воду понапрасну, ну, тоже, в принципе, неразумно. Вот. Если мужчина не бедный, то вполне может быть, что именно так, именно благодаря такому своему отношению он и сделал, собственно, свое состояние. То есть, состояние, это учет денег, экономии и так далее. И если, ну, если мужчина имеет, как, имеет что-то, то, может быть, он поэтому и имеет что-то, привык к экономике. Вот. И тут, на самом деле, называть его жмотом, мне кажется, ну, неуместно. По крайней мере, сразу неуместно. То есть, другое дело, если он ничего не дает вам, другое дело, если он никак не балует, например, не радует, ничего не делает для вас. Это, да, это другой аспект. Вот. Но, опять же, даже в этом случае, сперва нужно рассматривать моменты, связанные с тем, как вы себя ставите. Ну, просто вот, как вы себя ставите изначально. То есть, если вы изначально себя поставили так, что мужчина понял, что, ну, что он может, грубо говоря, не, ну, дарить вам подарков никаких. Никаких, допустим. Что, простите, чья это ответственность? Его или ваш? Если вы так себя поставили. Понимаете? Ну, да, можно сказать, можно сказать, что он жмот. Можно сказать, что он жмот, да? Мот. Но, как бы, вопрос в другом. Если вы изначально поставили себя так, что человек мог совершенно спокойно позволить себе ничего для вас не делать, то мне кажется, что довольно странно обвинять его в том, что он жмот. Тем более, что он жмот, жуткий жмот. Вот. Понимаете? Ну, то есть, вы же все-таки с ним, вы же выбрали его. И с какой-то стати внезапно этот человек жмот. Вот. То есть, мне кажется, что здесь вы немножечко противоречите сами себе. Вот. Ну, в такой, в своей позиции, да? Дальше. Да. Так. Один раз даже назвал дурой, после того, как я несколько дней не разговаривал с ним. Он уверялся, не говорил. Он уверялся, не говорил это. Ну, то есть, у него были какие-то элементы, которые вам не нравятся. Вопрос в том, что вы с этим делали. Последняя эта встреча была в конце августа. У меня он купил арбуз, я приготовил обед, все было хорошо. Как-то странно у вас. Он купил арбуз, я приготовил обед. Странно у вас, как-то это происходит. В сентябре я взяла отпуск, думала, проведем вместе две недели. Он уехал в Питер и тишина. Уже давно приехал, молча. А вы договаривались? А в конце концов я его разоблачила, позвонила и спросила, почему такие перемены с его стороны. А оказалось, что если это, конечно, правда, он знал свою квартиру, переехал в свои знакомые. А это он вам рассказал. После этого разрыва я поняла. Я поняла все, меня обросили и променяли на другую. Было неприятно и унизительно. Ну, я не очень понял характер ваших отношений, но я не чувствую, что вас именно променяли. Я чувствую, что вашему мужчине отношения не нравились. Вот, ну, они не нравились ему уже. Знаете, они не нравились ему такими, как они были. Вот, они ему не нравились. Я чувствую это по вашему тексту, скажем так. Вот. Знаете, то есть не получается, не получается воспринимать поведение мужчины, как то, что он вас бросил. Тем более, что первое, вы бросили его, когда психанули и резко разорвали отношения. Тем самым, как бы, бав, некий карт-бланч человеку на, ну, на рассмотрение, да, на рассмотрение, значит, 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 альтернативных вариантов. Без вас, грубо говоря. Вот. Понимаете, какая история. То есть, я понимаю, я понимаю, понимаю, что вам неприятно, понимаю, что все прекрасно, но и вы поймите тоже, что, ну, если вот сидеть с взрослой точки зрения, да, то все же складывается так. Вот. А, дальше. Тем более, что вы, значит, секс ему отказывали. А я тебе поцелую, как бы, возбуждал. Да? Вот. А, так, значит, дальше. Неприятно и унизительно. Вот в чем неприятно и чем унизительно, это нужно разбирать. Перед Новым годом прислала на WhatsApp открытку, э-э-э-э, так, музыка, музыкальную из музыки группы ABBA. Я написала, что вам не надо мне ничего присылать. И когда он прислал, он прислал вам, или вы прислали ему, не очень здесь понятно. Вот. Ну, что-нибудь там из-за выпишите, это он прислал. Вы написали, что не надо мне ничего присылать, и я обратился к нему на вы. Почему так плохо было от этого скупого поздравления? Ну, потому что, э-э-э, вы ожидали другого. Вы ожидали, э-э-э, вы ожидали того, что мужчина, оно, э-э, больше, э-э, внимания вам проявит. Вы ожидали того, что мужчина, э-э, возможно, вернется к вам, или скучать будет по вам. И, когда вы поняли, что это не так, да, что вам, естественно, стало этого обидно. Потому что, ну, у вас, э-э-э, еще раз повторю, э-э-э, ну, были определенные ожидания на этот счет. Счет. Вот. А ожидания, это ваши желания, которые вы, э-э-э, хотите реализовать. Вот. Вот поэтому вам и было плохо. Поэтому вы, э-э-э, вас испортилось настроение. Вот. Ну, правда, справедливости ради, надо сказать, что настроение, оно, если вы человек гармоничный, да, если вы человек гармоничный, и, например, уверенный, э-э-э, в себе, что настроение у вас не будет меняться от таких происшествий. Вот. Оно у вас, э-э, вообще-вообще меняться не будет. Ну, будет у вас все время такое вот ровное, на позитиве, ну, или в зависимости от вашего темперамента. Вот. То есть, э-э, здесь, я надеюсь, вам, э-э-э, понятно, здесь я надеюсь, вам понятно, э-э-э, что происходит. Здесь я надеюсь, вы, э-э-э, поняли, э-э-э, значит, э-э-э, поняли суть, поняли э-э-э-э, ну, я надеюсь, что вы поняли, вот, э-э-э, потому что я постарался, постарался объяснить вам это. Э-э-э-э-э-э, вот. Дальше идем, э-э-э, значит, э-э-э, скупого поздравления. Что-есть, вы ожидали, что он, э-э-э, поздравление будет другое, да? Э-э-э, вы ожидали, что он захочет с вами быть в отношениях, но при этом, опять же, вопрос, что вы, что вы сделали для того, чтобы он к вам вернулся, что вы сами сделали. Вот, э-э, я так рассчитывал, что с этим мужчиной у меня получится. Получится что? Я смогу наконец-то, создать наконец-то семью. Вот вы пишете, что наконец-то создать семью, да? То есть вам семья, ну, я уже говорил, да, вам семья для чего-то нужна. Вот, это важно, потому что, если семья вам для чего-то нужна, то это, скорее, ваш, э-э, внутренний дисбаланс. И за ваш, э-э, внутренний дисбаланс мужчина, э-э, ответственности не несёт. Вот. Это нужно понимать. То, что вы хотите в семью, это нормально. То, что у вас есть определённые желания, это тоже нормально. То, что у вас есть определённые желания, это, это более чем нормально. Вот, э-э, значит, ну, то, что у вас есть свои потребности. Вот, это более чем нормально. Но, вот, то, что вы как будто бы требуете от мужчины, чтобы он давал вам то, что вам хотите, это нет. Это не, это не совсем. Это не совсем нормально. Это неправильно. Это деструктивно. Там, вот, это, э-э, перенос ответственности. Вот. Нужно что-то вам, а ответственность как бы за это мужчину, мужчину. Вот. Ну, и значение семьи тоже нужно раскрыть. Раскрыть. Раскрыть нульно. Дальше. Я даже намекал на брак с ним. Может, это его отпугнуло. А, может, ещё то, что я боялась с ним заниматься сексом. Вот такая банальная история. История, история прошла уже полгорода. Я его не видел, но где-то у меня к нему недождительно. Наоборот, люблю его ещё больше, чем когда-то не встречал. Потому что потеряли. Потому что свои желания вы обращаете в любовь к другому. Э-э, то есть, э-э, суть, суть, э-э, привязанность. Что-есть, для вас, ваше желание, для вас, ваше желание, э-э, суть привязанность, к э-э, ну, к людям, к другим людям. Вот. Понимаете, какая история? То есть, то, что хотите вы, то, что хотите вы, вы реализуете через свои потребности. Через потребности в любви, через семью. Вот. Потому и проблема, получается. Потому и сложности. Потому что, потому что ваши желания не могут реализоваться в семье. и то, что вы нуждаетесь в, э-э, ну, вот, э-э, значит, э-э, то, что вы нуждаетесь в семье, то, что вы нуждаетесь в, э-э, в мужчине, делает вас, конечно же, более, зависимой от него и, соответственно, менее ценной. Вот. Это, в принципе, это, в принципе, э-э, вполне нормально здесь. И вам просто нужно отграничить. Отграничить отношения, да, вот, то, что вы, э-э, ну, то, что вы строите отношения, вот, вам нужно отграничить. То есть это от, э-э, того, что, э-э, хочется вам, вот. То есть отношения – это одно, а то, что вы хотите – это другое. И отношения могут быть, э-э, могут развиваться, э-э, параллельно, параллельно тому, что вы хотите, но никак не вместо. Вот, вот, братья, в противном, э-э, в противном случае вы будете, э-э, всегда испытывать, вот, э-э, такие, э-э, сложности и, э-э, такие проблемы. К сожалению. И это не изменится. Вот. Ну что же, на этом, я думаю, можно закончить, э-э, мой ответ. Э-э, я надеюсь, что это было полезно для вас. Надеюсь, что вы, э-э, что-то новое для себя уяснили в результате моего ответа. Хотя, вот, несмотря на то, что вы не задаёте свой вопрос, несмотря на то, что определённого, э-э, конкретного вопроса вы не задаёте, э-э-э, а, значит, вероятно-вероятно, э-э, ну, не готовы,инbro – решать, э-э… проблему, да, значит, не готовы, вероятно, не готовы, э-э, разруливать проблему. Вот, несмотря на то, что вы все-таки, значит, свой образ не даете, я надеюсь, что то, что я сказал, поможет вам увидеть новые какие-то перспективы, новые какие-то грани ситуации и, соответственно, сделать для себя выводы. Хотя бы поработать, например, над своими желаниями, которые уж точно нуждаются в корректировке и поведении, направленное на удовлетворение их, вот. Ну и систему ценностей ваших тоже. Вы живете, вроде бы, одна, то есть тут в этом плане у вас все более-менее нормально, вопрос в том, насколько вы свободны, ну и свободны ли. То есть это, конечно, тоже очень важный момент. В этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.